На самом деле во вселенной Ходячих мертвецов хаоса хватает. Однако некоторым актерам сериала пришлось пережить всевозможные неудачи, драмы и трагедии за кадром. Давайте посмотрим на трагическую сторону личной жизни актеров Ходячих мертвецов. Ходячие мертвецы – отличный сериал, но после ухода Эндрю Линкольна ближе всего нам стал Норман Ридус. Сыгранный им Дэрил Диксон превратился из угрюмого мятежного приятеля в полноценного героического персонажа. Неопрятная прическа и грубая внешность Ридуса являются неотъемлемой частью его привлекательности. Однако, согласно Inside Actors Studio, когда-то он был очень близок к тому, чтобы потерять свою внешность самым ужасным образом. Шел февраль 2005 года, и Ридус ехал с концерта группы RM в Берлине в машине, которую ему одолжил певец Майкл Стайп. Внезапно 18-колесный грузовик врезался в автомобиль, в результате чего Ридус пролетел сквозь лобовое стекло. К счастью, Ридус пережил аварию, однако его лицо было сильно травмировано, и на нем было много стекла. Ридусу пришлось перенести операцию, которая, по его словам, сделала его лицо похожим на гамбургер. И пускай любой, кто видел этого человека, может подтвердить, что его лицо стало выглядеть намного лучше, оно по сей день скрывает титановую глазницу и четыре винта в носу. Эндрю Линкольн, который сыграл Рика Граймса, был путеводной звездой Входячих мертвецов до первой части девятого сезона. После этого и актёр, и персонаж нашли себе новое место с новыми возможностями. Личная жизнь Линкольна не была такой бурной, как у Граймса, но и этот актёр пролил небольшое количество своей крови. В интервью Метро он рассказал, что однажды получил серьезную травму, находясь на сцене вместе с легендарным Биллом Наи. Пара играла в пьесе Синий и Оранжевый, и Линкольн должен был резко снять кольцо со своего пальца. К сожалению, театральное кольцо имело довольно острый край, и оно буквально впилось в палец, разрезав его. Поскольку пьеса была в разгаре, Линкольн не мог остановиться, поэтому он просто продолжал играть в течение оставшихся 25 минут, проливая кровь. Это вызвало определенную реакцию ближнего ряда зрителей. Актёр вспомнил, «В какой-то момент мне пришлось сказать «Ты» и сделать резкий жест. При этом кровь с руки брызнула прямо в зрителей переднего ряда. Это было ужасно. Все драмы зажали рты руками, как будто их сейчас тошнит» Данай Гурира играет потрясающую Мишон в Ходячих мертвецах и не менее потрясающую Акои в киновселенной Марвел. И она является воплощением сильной женщины, которая может и непременно будет стоять за себя и за других. Тот факт, что она в обычной жизни боролась с расизмом немного удручает. В интервью со сценаристом и продюсером Скоттом М. Гимплом, она, не вдаваясь в подробности, описала то, что её бывший белый парень был настолько шокирован её рассказами, что утверждал, что она их придумывает. «Когда я училась в школе, у моего парня, белого европейца, отвисла челюсть от удивления от моих рассказов о российских проблемах, с которыми я столкнулась. Когда я рассказывала ему о несправедливости, он говорил, что это был не расизм, всё было не так плохо. Он постоянно не верил в трудности, с которыми я сталкивалась каждый день, и говорил, что их на самом деле не существует» Гурира также пожаловалась, что несмотря на то, что сообщество чернокожих предприняло множество попыток улучшить ситуацию, она считает, что в расовых вопросах не произошло никаких изменений. Однако она вносит свой вклад в борьбу за равенство и требует, чтобы Соединенные Штаты превратили антирасизм в институциональную образовательную структуру. От Джона Винчестера из Сверхъестественного до комедианта из Хранителей и, конечно же, до сложного злодея Ходячих мертвецов Нигана. Резюме Джеффри Дина Моргана представляет собой длинный список харизматичных и сильных персонажей. Однако New York Moves сообщает, что если спросить прежнее руководство Моргана, в ответ получите, что он был слишком старым и бездарным, чтобы быть потрясающим актером, вживающимся в персонажа. Хотя на самом деле он является таковым. – В середине 2000-х актерские мечты Моргана были разбиты, когда его менеджер отказалась от него. Она считала Моргана невостребованным и слишком старым. Морган плохо воспринял эту новость и, что неудивительно, был подавлен. Однако актерское мастерство было единственным, что он знал, и он чувствовал, что у него нет другого выбора, кроме как продолжать упорно играть. После смены менеджеров Морган триумфально набрал за короткое время три крутых роли – Дэнни Дуккета в Анатомии страсти, Джуду Ботвина в Турмане и Джона Винчестера в Сверхъестественном. Непредсказуемый Шейн Уолш, которого играл Джон Бернтал, пробыл в Ходячих мертвецах относительно недолго. Его смерть была достаточно кровавой, так как Рик ударил его ножом в грудь, а Карл позже застрелил его, вернувшееся к жизни, тело. Бернтал, конечно, затем воспользовался своим имиджем крутого парня и актерскими навыками, сыграв главную роль в Карателе от Marvel. Однако некоторые жизненные проблемы затрагивают даже самых крутых звезд. В 2018 году Бернтал сказал Men's Health, что его мужественность не принесла ему никакой пользы, когда у его дочери Аделины появились серьезные проблемы со здоровьем. В ноябре 2017 года у нее случился приступ, вызванный энцефалитом, и она впала в кому. Бернтал тогда снимался в фильме Человек на луне, но внезапно отказался от съемок и поспешил в больницу. Там он признался, что находится в панике, в то время как его жена, медсестра травматического отделения, не падала духом. Об этой ситуации он сказал следующее, «Люди говорят о храбрости, имея в виду фальшивую мужскую храбрость, но моя жена не дрогнула. Я увидел в своей жене мужество и красоту, которых никогда в ней не замечал» К счастью, история закончилась благополучно. Аделина пришла в себя через три дня и полностью выздоровела. Чендлер Рикс довольно неожиданно покинул Ходячих мертвецов в 2017 году, когда его персонаж, Карл Граймс, неожиданно был исключен из сериала, перенеся затяжную кончину. К счастью, самому Риксу не пришлось сталкиваться с такими ужасающими вещами. Однако после того, как он покинул сериал, в его жизни случилось печальное событие. По данным Independent, в ноябре 2017 года Рикс ехал на лошади, но его конь неожиданно сбросил его, и актер получил сотрясение мозга, несмотря на шлем. К сожалению, это принесло ему некоторые затяжные последствия, включая потерю памяти. Рикс рассказал следующее – «В течение нескольких часов я понятия не имел, какой сейчас год, как я туда попал, что случилось и т.д. Я продолжал задавать одни и те же вопросы снова и снова, сразу же забывая ответы. К счастью, эти проблемы исчезли через несколько дней» Игра коварного и пронерливого персонажа может творить для карьеры чудеса. Но если спросить Джоша Макдермида, он скажет, что есть и обратная сторона медали. Макдермида играет Юджина Портера, парня, чья тактика выживания в «Ходячих мертвецах» включала такие вещи, как ложное заявление о том, что он чрезвычайно важный ученый, и неохотный переход на сторону злодея Нигана, которого сыграл Джеффри Дин Морган. – Они стреляют меня в безопасности. Последний шаг вызвал необоснованный гнев в социальных сетях, включая угрозы убийства. Все стало настолько плохо, что в 2017 году Макдермида решил вообще отказаться от социальных сетей. Перед этим он сказал, «Вы можете ненавидеть Юджина. Мне все равно. Я продолжу утверждать, что вы ошибаетесь, но думаете, что хотите. Когда вы все это говорите, вы думаете, что я умру от этого, что ли? Хотя я не знаю, чьей смерти вы хотите – Джоши или Юджина» Вообще, Макдермида не особенно любит троллинг в соцсетях. До того, как он сам стал мишенью, он уже защищал свою коллегу по фильму Аллану Мастерсон, когда она стала объектом такого же негативного внимания киберхулиганов. Иногда проблемы обрушиваются на людей со странных и неожиданных сторон. Взять, к примеру, Стивена Йона, который сыграл полюбившегося всем Глена Ри из «Ходячих мертвецов», умершего в 2016 году. По данным Корея Хэральд, актеру потребовался всего один опрометчивый лайк в соцсетях, чтобы расстроить целую нацию. В 2018 году американский актер корейского происхождения столкнулся с неожиданными неприятностями, когда случайно лайкнул фотографию, опубликованную режиссером Джо Линчем. Проблема заключалась в том, что на фотографии Линч был ребенком в рубашке, очень похожий на традиционный японский флаг восходящее солнце. Привлекающий внимание флаг является одним из основных продуктов поп-культуры, но многие корейцы видят в нем символ японской империи, и, в частности, её прошлых зверств по отношению к Корее и её народу. Как следовало ожидать, возник скандал. И пускай Йон извинился за это на следующий же день, некоторые корейцы обиделись на то, как он по-разному сформулировал своё обращение в корейской и английской версиях своих соцсетей. По словам одного критика, сообщение на английском языке намекало на то, что Йон считает, что знаменитостей часто ошибочно оценивают по единственной ошибке в интернете, и что он не так сильно об этом сожалеет, как он это выразил в своем послании на корейском языке, где полностью признал свою ошибку. Сет Гиллиам играл священника Габриэла Стоукса в Ходячих мертвецах с 2014 года, но личная жизнь актёра не всегда была такой святой. В 2015 году у Гиллиама возникли проблемы с законом, когда полиция остановила его на шоссе 74 в Джорджии. Он ехал со скоростью 172 км в час в зоне ограничения скорости до 90 км в час, что привело к возникновению у него проблем. После того, как Гиллиам признался, что выпил перед вождением рюмку ликера и три кружки пива, полицейский также обнаружил сильный запах марихуаны, а затем и косяк. Получилось сочетание вождения в нетрезвом виде, превышение скорости и хранение наркотиков. Он был освобожден после того, как внес залог в размере почти 10 тысяч долларов. Кстати, Гиллиам – не первая звезда Ходячих мертвецов, которую поймали за рулем в нетрезвом виде в районе Питч-Три-Сити. В 2012 году звонок в службу экстренной помощи об опасном водителе привел к аресту Скотта Уилсона, сыгравшего доктора Хершеля Грина. Алана Мастерсон играла Тару Чамблер в Ходячих мертвецах с 2013 по 2019 год. Жизнь её персонажа закончилась от рук лидера шепчущихся Альфы. Закадровая жизнь актрисы не лишена драмы, в том числе благодаря её бурным семейным отношениям. Мастерсон – сайентолог, которая полностью отдалилась от своего отца Джо Риша. Риш сам является бывшим членом сайентологического духовенства, который полностью разорвал связи с организацией в 2005 году. К сожалению, это произошло ценой его четверых детей, включая Алану. Риш заявил, что по-прежнему любит своих детей, но считает их зомбированными. Есть также проблемы с братом Мастерсон, Дэнни, также известным актером. В настоящее время актер находится в руках сайентологического арбитража после того, как ему были предъявлены обвинения в сексуальном нападении на трех женщин в период с 2001 по 2003 год. Ленни Джеймс, которого сыграл Морган Джонс – один из наиболее известных персонажей франшизы Ходячие мертвецы, появившийся в шести разных сезонах. Он даже стал постоянным участником спин-оффа «Бойтесь ходячих мертвецов» с четвертого сезона. Персонаж понес большие личные потери, но после решения своих проблем стал более мудрым и добрым человеком. Похоже, что персонаж Моргана в значительной степени прямо-таки специально предназначен для Джеймса. Британский актер рассказал Evening Express, что ему было всего 10 лет, когда умерла его мать, из-за чего он и его брат отправились в детский дом. Следующие 8 лет он провел там, но положительным в этом всём было то, что у него были, в целом, хорошие взаимоотношения с организацией. Джеймс понимает, что не каждому сироте так везет, как ему, и часто встречаются менее приятные истории о детских домах. После этого он стал активно участвовать в благотворительных организациях Соединенного Королевства и на данный момент является послом детской благотворительной организации Барнардо, помогая ей собирать средства на благие дела. Также он участвует в строительстве специальных учреждений, которые помогают молодым людям приобрести жизненно важные навыки перед началом самостоятельного пути. Для создания такого грандиозного сериала, как Ходячие мертвецы, требуется множество сотрудников как для закулисной работы, так и для работы перед камерой. И иногда самые трагические вещи случаются с людьми, которые находятся не в центре внимания. Так случилось в 2017 году, когда на съемочной площадке погиб каскадер. Производство было временно приостановлено, поскольку Джон Бернакер, опытный каскадер, упал с 6-метровой высоты после неудачного трюка и скончался в больнице. Инцидент оставил тень на производстве, поскольку все пытались справиться с горем. Компания AMC сделала следующее заявление, «Мы глубоко опечалены этой утратой и наши сердца полны горя. Мы молимся за него вместе с его семьей, друзьями и коллегами в это чрезвычайно трудное время» Шоураннер Скотт Гимпл и актеры также поделились своим горем и выразили свои глубочайшие соболезнования семье и друзьям каскадера. Посмотрите новые видео на нашем канале! К тому же скоро выйдут и другие ролики про Ходячих мертвецов, так что подписывайтесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни единого видео! Субтитры создавал DimaTorzok